Всем привет! Прислали мне тут новинку из вейп индустрии на обзор. Это вот такой вот вейп Desire Cut 220. И хотя я сам не являюсь заядлым вейпером и парил последний раз около года назад, но сам вейп не понравился. И это идеальная замена кальяна. Ну, лично для меня и моих друзей. И хочу сразу вам сказать, что если вы не курили никогда сигареты или кальяны, то вейп вам не нужен. Он, конечно, менее вреден, если парить на легке, то есть жижки без никотина, но все-таки там присутствуют разные смолы, и я не рекомендую вам парить. Ну, а если вы заядлый курильщик или любите кальян, то я с уверенностью могу вам сказать, что вейп стоит попробовать хотя бы для разнообразия. Упаковали в Китае вейп хорошо, приходит он в заводской коробке, на которой с одной стороны расписаны все его характеристики. Можете поставить на паузу и посмотреть. И также есть значок качества, что значит, это не подделка. Компания Desire Design особенно печется о дизайне своих изделий. Оно и понятно, названия у них соответствующие. И надо признать, девайсы у нее получаются вполне приличные. Мне прислали вейп в красном цвете, с белой задней крышкой, и смотрится это действительно стильно. Да и сама форма блещет стилем, но дальше интереснее. В комплект поставки у нас входит сам бокс мод, атомайзер на три спирали, под названием Bulldog Tank. Кто любит играть в танки вот, тот знает, что есть такой танк, как Bulldog. А у нас тут атомайзер Bulldog. Вот такие вот приколы. Еще у нас есть сменные испарители, две штуки. А еще запасные оринги, запасная силиконовая прокладка, запасное стекло, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Хорошо то, что один из испарителей с комплекта уже предустановлен в атомайзере. То есть остается только заправить жижкой и можно смело парить сходу. Атомайзер у нас не обслуживающийся. На таких атомайзерах отсутствует потребность в самостоятельной замене намотки и укладывании ваты. За вас это уже проделал сам производитель, выпустив готовые варианты испарителей. Это значит, что когда ваш старый испарительный элемент израсходовал свой ресурс, достаточно будет просто выкрутить его и заменить на новый. А новый есть в комплекте, да и купить их можно в вейпшопе. Да и расход жижки в таких баках меньше, чем в обслуживаемых, хотя там много нюансов. Отмечу, что данный сет, атомайзер и бокс мод идеально подойдут именно для начинающих, тех кто парит вейп недолго или вообще впервые. Опытные товарищи выберут себе систему посерьезнее, да и подороже. Что же касается технических характеристик, то я их вывел на экран, ломать себе язык я не хочу, да и вам мое коверкание слов не очень-то понравится. Выглядит как по мне набор классно и оригинально, благодаря специфическому форм-фактору. В оформлении разработчики использовали контраст цветов, что пошло новинке только на пользу. Экстерьер получился приятным и не опошленым излишним декором. А теперь давайте разберемся с настройками этого стильного гаджета. И давайте приступим непосредственно к включению и настройке нашего вейпа. Заряжается он через вот такие вот аккумуляторы, то есть питается он. Выглядит он как уже вы могли увидеть классно и прикольно. Запускается он. Нажимаем пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вот у нас запускается такое меню. И мы тут сразу же видим, что у нас установлена, как я понимаю, настройка для новичка. То есть мощность 80-20, сопротивление 15 Ом. Я уже парил в этой мощности, то есть мне классно, мне понравилось. Оно не очень тяжело тянется, но и как бы нормально и не очень легко. Чтобы нам перейти в настройку, в наше меню, нам нужно нажать три раза. Раз, два, три. Переходим. У нас тут есть девайс, то есть это вы нажимаете и переходите в, чтобы посмотреть, например, вот версию. Вот у нас видна версия. Еще раз смотрим. Дефаулт. Я не знаю, что это такое. Это вроде, а, это сбросит настройки. Оп, мы сбросили настройки. И нажимаем девайс. Паф, ресет. Не знаю, это тоже, тоже, наверное, сбросит настройки. Смотрим дальше. Чтобы нам настроить цвет меню главного, мы переходим, нажимаем три раза, переходим в Color. И вот тут можем настроить Color. Я настрою, допустим, вот так мне нравится, белый. Окей, идем дальше. Нажимаем еще раз три раза и переходим в меню этой подсветки, чтобы настроить ее. И переходим в LED Set. Тут есть LED статус. Нам нужно включить, он включен. Вот у нас LED статус наш включен. И у нас уже логотип мигает зеленым светом. Также можно этот логотип сменить. Вот, видите, LED Color выключаете и меняете свечение. Я оставлю на зеленом. Пусть горит зеленым или синим. Синим лучше. Переходим дальше в наши настройки. Нажимаем три раза опять же. И переходим в Advanced. И вот у нас доступны уже настройки нашей мощности. Тут есть много настроек. VW это у нас просто мощность. Мы можем и настраивать вручную. Вот у нас 80 стоит по умолчанию. Но мы можем как убавить до 0, а до 5. И добавить максимальную. Сделать максимальную мощность. У нас максималка 220. В общем, ну я рекомендую парить минимум на 60. Но если вы новичок вообще, то 40, 50, 60. Если вы уже опытный, то там уже вы решаете для себя сам. Я спарю. Парил, вернее, на 80, на 70, на 60. Как-то так. Париться в вайп хорошо. Тут стоит, как я понимаю, три спирали. И он, что мне очень главное, когда я парю, отсюда жидкость не брыжет в рот, когда я вдыхаю. Вот это для меня очень важно. Ну и вот вы можете посмотреть, перейти сразу в это меню. Вот вы себе настроили мощность 70. И как бы нажимаете и парите. В настройке нет ничего сложного. И если вы вот запутались, например, то вы можете скинуть на заводские настройки. Оп. Например, что-то там намудрили, перешли в девайс, дефаут. Оп. И скинули на заводские настройки. И у вас уже стоит режим новичка. То есть все легко, просто. Просто после этой скидки вы переходите потом и включаете, настраиваете себе опять цветовые гаммы ваши. Вот. И все, что хотите. Заряжается наш вайп через вход в USB. Но, если у вас есть зарядка, обычная для банок 18650, то я рекомендую банки вынимать и заряжать в зарядке. Если зарядки нет, можете заряжать через вход в вайпе. Еще вам забыл показать насчет подсветочки. Переходим в LED Set, LED Status. И нажимаем не Off, а посерединке. While Fired. То есть, вы когда будете парить, в режиме ожидания, в режиме спокойствия подсветка не горит. Только вы нажимаете кнопочку, чтобы парить, и она зажигается. Смотрите. Оп. То есть видно было, да? Я тут просто как бы не парю сейчас. И чтобы не спалить ватку, то я просто зажимаю на очень короткий срок. И давайте на концовочку попарим. Или попарим. Тут уже кто как говорит. Я ставлю мощность 65-80. Мощность новичка для меня немного много. И погнали. Тянется приятно. Тянется легко. Вкус немного ощущается. Но и дымность самого атомайзера вполне приятная. Вполне комфортная. Как для новичка. Те люди, которые уже парят долгий срок, они возможно выберут для себя что-то другое. Что-то покруче, покрупнее. Атомайзеров, видов атомайзеров очень много. Но как для новичка. Ёжик с тумана зовет. Как для новичка супер. Заменяйте кальян, сигареты, вайпом. Пробуйте, парите. Я парю нулевки. Также есть жижки с никотином. Это для тех людей, кто хочет кинуть, курить, например. Я слышал такой миф, что с помощью вайпа можно кинуть, курить. И третий, финальный разок. На мощности 80. Оно пожестче, конечно, идет на 65-ке. Прям огонь. Спасибо вам за просмотр данного ролика. Пишите в комментариях, что вы думаете именно об этом вайпе. Что вы думаете вообще об вайпинге. И напоследок скажу еще. Я как бы не очень позитивно отношусь к вайпингу. Сам очень год уже назад парил. И как бы, ну так для развлечения подойдет. Если вы же не курили никогда, если спортсмен, то не советую вам парить. Это все фигня. Ну, если вы любите поразвлекаться, кальянчик, сигаретки, то попробуйте вайп. Спасибо за просмотр. Комментарии обязательно пишите. Я их всех прочитаю, Вася. По-любому прочитаю твой, именно твой. Даже, возможно, поставлю лайк. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.